Здравствуйте, приветствую всех на своем канале. В этом видео я хочу показать вам последние покупки декабря месяца. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Покупочки у меня были, и было их нормально. Также кое-что я вам сразу покажу на подарок и какие-то средства первой необходимости. Вот с них я и начну, быстренько их кратко покажу. Может быть, кому-то это интересно. И потом приступлю уже к декоративной косметике, парфюму и так далее. Уходу. Так, начну я с подарков. Вернее, не с подарков, а с первой необходимости. Мы уже берем вот очень часто вот такие влажные салфетки детские от Dixie. Если у кого-то есть Dixie в городе, советую. Дешево получается, аромат приятный, салфетки хорошие. Могу их посоветовать. Долго на них останавливаться не буду. И еще нам подарили, моя мама подарила вот такие салфеточки от Редниковый период. Влажные 60 штук. Там было Dixie 64, а здесь 60 штук, тоже много. В общем, решила я показать что-то в этот раз, но захотелось мне. Так у нас их всегда полно, поэтому эти пахнут приятно зеленым чаем, на мой взгляд. Вообще классные салфеточки. Очень люблю запах зеленого чая, обожаю. Свеженькие и травянистые. Могу их тоже посоветовать. Не знаю, как будут, но я думаю, будут хорошо. И покажу кратко ватные диски, потому что я взяла другие. Какие-то вот такие вот Амра. В общем, 30% в подарок вот такие вот. Эти ватные диски на одном я вам покажу. Они идут не про, как сказать-то, не прошитые, да, они самые простые, дешевые. Но, в принципе, они очень мягенькие и неплохие. Если, мне кажется, для маникюра они вообще идеально подойдут. Для лица, конечно, тут кому как, но мне и для лица не нормально. В общем, с этими ватными дисками тоже подружилась. Так, ну и давайте перейдем тогда к жидкому мылу. Потому что у меня закончилось. Я показывала в пустых баночках и детское, и взрослое жидкое мыло. Начну с детского. Взяли мы Ушастый нянь крем-мыло. Невская косметика. Уже не первый раз. Очень приятное кремовое мыло. Не вызывает раздражения. Удобная помпа. Хороший, приятный запах. 300 мл. Хорошо пенится. Вообще, люблю марку Ушастый нянь в косметике. То есть, порошок у нас детский Ушастый нянь. Я уж его никогда просто не показываю. Всегда. То есть, у нас стандартно вот этот порошок детский Ушастый нянь. И жидкое мыло в этот раз такое взяли. Себе я взяла себя побаловать опять. В том году я себя баловала. И в этом жидким мылом. Вот красной линии. В том году я брала себе вишню. И сейчас вспомню. И что-то еще. Не помню точно. В общем, не важно. В общем, вишневого в том году брала. И стоило оно 50 рублей. В этом году оно уже было дороже в Улыбке Радуги. Стоило оно 79, практически 80. Но я себе все равно взяла. Запах просто обалденный. Красная линия мандарин и хвоя. Зеленое мыло такое. Уже видно, что я им активно пользуюсь. Это у меня ушло за недели полторы, наверное. То есть, где-то недели на три мне этого мыла хватит. Одной. То есть, больше никто им не пользуется. Но объем здесь 240 мл. Небольшой. Аромат просто обалденный. Пахнет хвоей, на самом деле. И цитрусовыми. Скорее всего, мандаринами. Само мыло такое. Сейчас я вам покажу. Средней консистенции. Так вот. И с блестками, как будто. Но этих блесток, конечно, нет на руках. Запах этот хвои на руках остается вообще очень классным. Мне очень понравилось. Несмотря на то, что оно не экономичное, я буду пользоваться с удовольствием. Сейчас в предновогоднем настроении просто супер это мыло. Не сушит кожу. Вообще здоровско. Мне оно очень нравится. Наверное, повторю традицию. Может быть, какой-то новогодний аромат. И в следующем году тоже возьму. Так. И вот то, что касается ухода моего. И покажу вам сейчас подарочек, который подарила мужу, пока не пользовался. У него закончилась и гель, и все. Ему надо было и шампунь. Я взяла два в одном. Вот такой вот Adidas. Это новинка. Два в одном. Дерево-гвояк. Расслабляющий. Гель для душа, для тела и волос. 250 мл. Я пробовала, нюхала аромат в магазине в Ревгоше. Я покупала за 150 рублей. Аромат классный. Он и цитрусовый, в то же время он древесный. Мужу тоже понравился. Будет пользоваться. Сказал, не знаю, уж как потом у него. Попробую допытаться, но вряд ли получится. Что-то либо в пустых баночках. И также я вам покажу кратенько. Уже вот так вот у меня упакован подарочек новогодний мужу. Это, который я ему уже подарю. И также у меня будет там кое-что из Арифлейм. Я завтра, 30 число, завтра буду получать заказ из Арифлейм. Хоть я и говорила, что его не буду делать. Но все-таки решила перед Новым годом побаловать себя и мужа. Там я ему заказала пену для бритья. По-моему, Eclat Home я ему заказала там пену. Но еще купила ему вот такой наборчик. Это шампунь против перхоти для мужчин. Потому что он просил шапки и так далее. Ему захотелось такой. И здесь идет дезодорант антиперспирант для тела 150 мл. Тоже Adidas марки. Такой наборчик классный. Стоил он в Ривгоше. Всего лишь 300 рублей. Я пришла в тот же самый Латуаль в этот же день. И там такой лежит за 500 рублей. Я была очень рада, что купила его за 300 рублей. Аромат я тоже потестила в магазине. И мне он понравился. Я люблю вообще все ароматы тестировать в магазине. Знаю, что кто-то любит, кто-то нет. Я не стесняюсь всегда этого открытую делу. Потому что мало ли не подойдет или еще что-то. Также хочу показать, что подарила мне мама. Она подарила мне. Мы не знаю, может это подарим тоже кому-то. Потому что нам это не очень надо. Но классная вещь, красивая. Не знаю, либо себе оставлю, либо тоже на передаре. Не будет. Но скорее всего себе. Вот такой вот шарик. Уже где-то видела у кого-то. Нью-Йорк коллекшн Липтон. Там внутри чайные пакетики. У нас это, ну да, Нью-Йорк. Черный листовой чай. Целонский. Такой вот. Пока еще в коробочке. Но классный шарик. Его можно даже повесить. Вот. Уже новогоднее настроение. Уже все супер. Также подарили мне еще подруга. Подарила очень милую статуэточку. Но не буду ее показывать. И магнитик. Тоже уже при новогоднем настроении. Вот. И кстати говоря, сходила я, когда... Позавчера на день рождения. Все мне очень понравилось. Все здорово прошло. Ну это то, что касается того, к чему я готовилась. Там сходить. Покупала подарки. Вы, наверное, видели заказы. Вот эти вот из Эйвен. Салон госперечницы. Все там подарила. Все здорово. Так. Ну и переходим уже к недавним моим покупочкам. Это я, освоблазнившись у Лалы в видео. Лалочка, привет тебе, если меня смотришь. Купила себе еще бальзамчик от чистой линии. И решила попробовать. Вот сейчас я им пользуюсь. Это земляника и масло шиповника. Вот так выглядит. У меня была брусника. Кстати, о бруснике вот она. Я ее себе тоже купила в запасы. Против обветривания. В улыбке радуги подорожали эти бальзамы. Были 50 рублей. Я уже купила более дорогой вариант. Но все равно купила. 64 рубля уже стоили эти бальзамчики. В общем, они тоже подорожали. Бруснику взяла себе на запас. Ну, пускай будет. Потому что у меня сейчас уже открытых много бальзамов. Но этот мне будет не лишним. Что могу сказать по поводу вот этого вот бальзама, который идет с земляникой. Соглашу, что классный бальзам. Очень хороший. Безумно приятно пахнет для меня натуральной земляникой. Еще с перемешку с каким-то шиповником не чувствую. Но может быть что-то травянистое. Хорошо увлажняет, питает губы. Но, конечно, этот бальзам, в отличие от вот этого, не подойдет на улицу. То есть, это для меня хороший домашний вариант. Если сильные морозы, на улице он для меня не подойдет. Но, в принципе, если лето или весна, ну, теплое время года, то тоже вполне возможно. Бальзамчик не жирный. Остается его эффект довольно долгое время. Что мне понравилось, наверное, в районе двух часов я ощущаю этот бальзам. Это не Maybelline, который 15 минут у меня и все здесь. Вот полтора-два часа я чувствую его на губах, увлажнение и питание. Понравился. И аромат тоже безумно приятный. Пользуюсь с удовольствием. Еще покажу вам стик. Вот он не очень большой. Вот такой. Я думаю, быстро его истрачу. Так, и бальзамчик второй я вам тоже показала. Также я приобрела в улыбке радуги. Сразу же покажу, да, свои покупки. Это карандашик я решила для бровей попробовать. У меня есть и не для бровей, есть корректор. Я взяла себе еще карандаш. У него была цена не очень низкая. 230 рублей, 232. Это Maybelline карандаш. Мне очень понравился его оттенок. Пользовался я им 4 раза. Пока еще вот только первый раз буду затачивать. В общем, оттенок, я даже не знаю, наверное, не получится показать. Темно-коричневый, холодный. То есть он не отдает вообще вражину. Подойдет для вот таких вот девушек, у которых темно-коричневые волосы. И даже, думаю, для тех, которые черные волосы. Если кто-то ищет, вот могу посоветовать. Deep Brown, то есть темно-коричневый, наверное, переводится этот цвет. Сзади есть также вот такая вот щеточка для бровей, что удобно. Очень классно. Я ей как раз и это все делаю. И карандашик сам. Очень хорошего качества. Долго держится. Оттенок сейчас я вам попробую изобразить. Ну, он такой темно-темно-коричневый. Коричневый-серый даже, я бы сказала. То есть без всякой рыжины. Здоровский цвет. Хорошо держится. Хорошо закрепляет. Мне этот карандаш очень понравился. Единственный его минус, что при его цене довольно небюджетной. Ну, средней, да, цене, скажем так. Его здесь очень мало. То есть хватит ненадолго. Ну, это единственный минус его. Можно простить. И взяла себе второй раз подводку. Как я уже говорила, в пустых баночках. Если долго на ней останавливаться, не буду сводч делать. Это подводка от Evelyn Cosmetics. В этот раз я попала на акцию. Она стоила в улыбке радуги всего лишь 99 рублей. В отличие от предыдущих 126. То есть еще дешевле. Оттенок у меня это Deep Black. Тот же самый оттенок. Такая же. Такой же носик. Можно нарисовать удобно как и тонкую линию. Поверх какой-то другой, так и более толстую. Что мне очень понравилось. Так. Ну и последние покупочки, которые я вам покажу. Это будут лаковые. Три покупки. Три покупки лаков я в этот раз опять приобрела. И то мои давние хотелки. Хотела я себе еще какой-то оттеночек попробовать. Тени Maybelline Color Tattoo. По-моему, да? Да, Color Tattoo. И я взяла себе новинку в Latuale в магазине. Как ни странно. Я очень редко бываю в Latuale. Что там безумно дорогие цены. Но тут я соблазнилась. И начну с того, наверное, с чего я все-таки наконец-то купила. То, что я очень давно хотела безумно. Все ходила, тестировала. Foxy Fox, не помню. 86, по-моему. Настенька, привет тебе, если меня смотришь. Она говорила про этот парфюм. И я очень давно им болела. Я вот прям ходила с мужем. И мужу тоже нравился этот аромат. Я соблазнилась. И вот под эту 40% скидку я купила. То есть, полная цена была аромата 900 рублей. Мне он вышел за 550. Я считаю, очень хорошо. Это если учесть, при том, что это парфюмерная вода считается. Elizabeth Arden Green Tea. Зеленый чай. Вот она наконец-то у меня есть. Эта водичка. Она мне очень нравится. Стойкость ее средняя. Я бы сказала, часа, наверное, 4. Но аромат очень приятный. Она подходит на любое время года. Я считаю, на любой возраст. Свежий такой травянистый аромат. Сам флакон у меня большой. Это 100 мл. Выглядит вот так. Очень классный. Очень приятно пахнет. Свеженько. Никакой сладости в этом аромате нет. Он именно свежий, на мой взгляд. Пахнет свежескошенной травой. Или на самом деле в пакетиках с зеленым чаем. Может быть, похож этот запах на Ифраше еще. Вот, по-моему, у них есть зеленый чай. Но очень классный. Безумно довольна, что приобрела. Сделала себе такой новогодний подарок. Мужа этот аромат тоже порадовал. Потому что мы с ним вместе все тестировали. Он мне тоже предлагал его купить. Но приобрела его сама. И очень безумно довольна этим ароматом. Настя, спасибо еще раз тебе за наводку. И всем советую попробовать, потестировать. Там есть другие варианты, более дорогие. Есть Сакура, по-моему, за 2,600 или за 2 с чем-то тысячи. Ну, более дорогой. Мне он тоже нравится. Но это, конечно, обычная версия. Для меня вне конкуренции очень классный. И подойдет, как я уже сказала, для любого возраста. Ну, для времени года, я думаю, все-таки даже для меня больше на лето он будет. Потому что свеженький такой, освежающий. И также я ватуаль приобрела, чтобы у меня была карточка, мне сказали, нужно еще что-то купить. Я приобрела себе еще тени от Color Tattoo Maybelline. Я уже о них заикнулась. Они у меня сейчас на веках. К сожалению, они немножко скатываются. Нужно их подправлять. Вот, даже на основу у меня это новый оттенок, новинка. В общем, 87 Mouth Crush. Я сейчас покажу их поближе. Надеюсь, будет что-то видно. Это Chameleon оттенок. Вот так он выглядит. Я им пользовалась 2 раза. Его можно наслаивать. В общем, это оттенок голубой, но он с блестками. Он отдает и в зеленый цвет при каком-то освещении, и в каком-то на сиреневый. Сейчас я вам сделаю еще его swatch. Хорошо набирается. И эти тени, они в отличие от 40-го оттенка, более кремовые. И поэтому они более капризные. Кисточкой я их набирала оба раза. Довольно тяжеловато. Но, в принципе, цвет обалденно красивый. Я думаю, имеет место быть. Так он выглядит. Тоже на веках сегодня нанесла. Но, наверное, там уже как раз вот это вот все. Их можно, видите, также вот пальцем подправлять. Я думаю, будет все нормально. Хотя у меня сейчас без зеркала я тут подправила, конечно. Но немножко они все-таки на веках скатываются. К сожалению, к большому-большому сожалению. На любых веках. Потому что такая вот текстура у этих, вот именно у этого оттенка. Поэтому, наверное, все-таки я вот этот оттенок именно не советую. Но для разнообразия, конечно, он имеет место быть. В коллекции у меня он будет. И я им буду пользоваться так вот на праздники или когда-то. Но, конечно, не постоянно. Потому что оттенок такой голубой, да. Голубой металлик не каждодневный. И то, что вот текстура такая, конечно, не очень хорошая. Так. Ну и теперь мы перешли к самому, на мой взгляд, интересному. Полностью мной протестированному за эти дни. Потому что покупки были совершены, наверное, где-то недельку назад. А то и побольше. Я все протестировала, чтобы вам показать и рассказать более подробно. Это лаки для ногтей. Так. Ну давайте к ним приступим. Я приобрела себе три лака. И два из них одной и той же марки, но разных серий. Это Dance Legend. Наверное, многие их знают. Я очень давно их хотела. Зашла к нам в магазин большой, где они продаются. Они, что-то, были представлены по старой цене. То есть старая цена у этих лаков была 200 рублей. За большой тюбик, по-моему, 15 мл. Начну я с первого оттеночка, который я приобрела. Вот такой вот. К сожалению, свочи у меня сейчас нет. Я, наверное, вам его сразу сейчас тут быстренько сделаю, чтобы показать. И пока показываю остальные, он подсохнет. Я вам покажу. В общем, это фиолетовый оттенок, но он тоже хамелеон. Он уходит в голубой или в зеленый. То есть в зависимости от освещения. И этот оттеночек мне очень напомнил Decadence от Ava. У меня был такой оттенок. Но может быть, этот оттенок более фиолетовый. Тут было менее видно, что он фиолетовый. Но этот более фиолетовый. Хороший цвет. Фиолетовый у меня должен быть обязательно. Лав в коллекции. Потому что я очень люблю этот цвет. Стильный, классный вот такой вот тюбик. Он здесь написано номер 996. И также написано IC Time. Вот такой вот он. 15 мл, как я уже сказала. Годен он до 16 года декабря. То есть еще 2 года нанести. Что-то тут еще написано. Ну, в общем, вот такой вот лак. По поводу его стойкости. Если его хорошо нанести и долго сушить, то нормально он держится. Если же его нанести и не просушить хоть один слой, то есть долго сохнет, это его минус. То будет, конечно, может смазаться и так далее. Но цвет обалденный. Он этого стоит. Я с ним проходила, правда, до 2 дня. Ну, думаю, в принципе, и 3 дня он продержится. Такое еще раз покажу. Уже у нас темнеть начинает. Я хочу быстренько уже закончить с лаками, чтобы все показать, рассказать. Потому что у нас уже дело идет к полчетвертому, наверное, вот так вот. И последний, вернее, второй лак, который я вам покажу, последний Dance Legend, это с песочным эффектом. Который у меня... Сейчас я вам еще раз номер повторю. Номер здесь указан был вот только вот этот 996 фиолетовый. Классный. Цвет оттенок вообще обалденный. С переливом, с таким перламутровым. Ну, мне понравился. И вот этот вот, который я сомневалась между еще красным. Но взяла вот этот. Это красно-бордово-коричневый. С красными блестками. И вообще он песочный. То есть сахарный эффект, песочный лак. Это у нас номер... Так, 10. Песчаный здесь написано. Песчаный лак. Да, здесь нет на крышечке. В общем, так на крышке написано, что это 10 номер. Вайнстоун. Или Вайнстоун. Называется. В общем, какой-то винный оттенок. Вот. Сейчас покажу его. Очень обалденный цвет. Смотрится лучше даже, чем предыдущий. Благородный. Но я наносила его без верхнего покрытия. Продолжался он у меня, к сожалению, один день. Вот. С верхним покрытием он смотрится как влажный песочный эффект. Скажем так. Вот. Это вот с верхним у меня здесь нанесено. А вот это вот без верхнего. То есть полностью такой шершавенький. И вот без верхнего я выносила, к сожалению, сутки примерно. То есть обязательно требует этот лак верхнего покрытия. Но я думаю, с верхним будет дня два, и мне этого хватит. Может быть, три. Вот. В общем, по стойкости лаки не очень. В общем, в целом делаю о них вывод. Но цвета красивые, и в моей коллекции имеют место быть. Мне они понравились. Вот. И последний лак, который я приобрела, это уже также в улыбке радуги. Очень бюджетный. Стоил он 100 рублей. Марки Essence. Вообще первый мой лак. У меня он сейчас на ногтях находится. Уже второй день, и ни одного скола нету. Хорошо он держится довольно-таки, но с верхним покрытием. Вот так вот выглядит лак. Это серия Спакл Сент Эффект. То есть тоже песчаным эффектом. В этом лаке уже идет 8 мл. Ну и цена соответствующая. Кстати говоря, кисточки, девочки, я вам не показала. Здесь кисточки идут в Dance Legend. Вот такие вот. Немножко утолщенные, но не толстые. А вот, кстати, в Essence лаке. Сахара вот так вот еще написано здесь. Песочный эффект. Вот лак, который. А здесь тоже с песочным эффектом. И кисточка идет более широко, уже практически как у лаков Evo Mosaic. Или как у лаков Faberlic. Вот этих вот последних. В общем, вот такая вот кисточка толстая. Лак мне понравился цветом. Там есть и другие оттенки. Я хотела вообще себе их набрать много, но у меня много лаков. Поэтому я взяла вот этот оттенок. Он такой сложный, розово-коралловый. С розово-красными блестками. Вот скажем так. То есть он неоднозначный, этот лак. Еще раз покажу его на ногтях. И на ромашке он выглядит вот так. Вот. Это без верхнего покрытия. У меня с верхним покрытием. Вот. Это, собственно говоря, были все мои покупочки за последнее время. Если сейчас получится, я еще попробую снять еще пару видео. Если нет, то, наверное, буду на этом заканчивать. Но все равно я скажу сейчас все основные слова, которые я вам хочу сказать. Огромное спасибо, что вы подписываетесь на меня. Смотрите мой канал, что комментируете, ставите лайки. Мне очень приятно. Я вам желаю уже в наступающем новом году намного больше здоровья, чем было до этого. Отличных моментов каких-то в жизни, счастья, радости, позитива, больше улыбок, успехов в работе и дома, творческих, возможно, кому-то успехов. Потому что без творчества скучновато все-таки, на мой взгляд, жить. Ну, мне так точно. Также желаю вам, чтобы у ваших близких было тоже все замечательно. И вы отметили Новый год так, как хотите, с кем хотите, в теплой дружеской атмосфере, обстановке, чтобы все было хорошо. Вот на это буду с вами на этой прекрасной ноте прощаться. Всем спасибо огромное за внимание и до новых встреч.